В муниципальном центре культуры провели голосование по вопросу поправок в Конституцию, а также присвоение Магадану звания «Город трудовой доблести». С 25 июня проголосовало около 700 человек. Всего к избирательному участку прикреплены более 2000 магаданцев. Кроме того, 1 июля члены комиссии организовали голосование на дому для тех жителей областного центра, кто не смог прийти в МЦК. На сегодняшний час мы проводим выездное голосование вне помещения. Поступило заявление для голосования вне помещения. 5 группы сейчас находятся на выезде. Мы ожидаем их с минуты на минуту. По словам специалистов, нарушений во время голосования не было. Выборы проводят честно и по действующему законодательству. По рекомендациям Роспотребнадзора, всем избирателям выдали маски, перчатки и ручки. Как рассказывают магаданцы, прийти и отдать свой голос – их долг. Этот день интересен тем, что все люди, будь то рабочие, инженеры, колхозники или просто администрация какая-нибудь, высшее начальство, объединяются в едином порыве. Потому что изменение Конституции, оно давно назрело. И изменение каких-то определенных пунктов, оно считается с мнением народа и выполняет это мнение. Одни говорили, не нужны такие поправки, другие говорят, нужны. Я считаю, что каждый период истории России нуждается в пересмотре устаревших норм по разным причинам устаревших. Мы идем вперед, развиваемся. И в соответствии с новым нашим статусом, новым уровнем развития, надо Конституцию пополнять. Конституция – это основной закон. Это вообще закон законов, так сказать. Конечно, это всегда важно для любого государства, для любого гражданина. Это важно. То есть, сейчас даже не говоря о том, кто за кого проголосует, важно то, что, вот я смотрю, людям не безразлично, это как бы наша жизнь. Там судьба нашего государства в будущем, наших детей, внуков. После того, как избиратели отдали свой голос, они получили лотерейный билет и стали участниками розыгрыша. В эти дни Ассоциация недропользователей Магданской области проводит фестивали «Люди Колымы». Отказываются от лотерейного билета избиратели редко, рассказывают организаторы. Магаданцы хотят выиграть приз. Электорат наш принимает активное участие и высказывает мнение положительное по поводу проведения данной акции. О том, как все хотят выиграть квартиру, о том, как все хотят выиграть лодки. Мужское население в основном, женщины хотят выиграть квартиры, поэтому все активно участвуют. Более 400 призов разыграют между жителями Колымы 10 июля. Среди подарков будут квартира, машина, бытовая техника, мобильные телефоны и многое другое. Транслировать итоги будут по телеканалу «Колыма плюс». Счастливчиков определят в прямом эфире.